Уважаемые абитуриенты, вашему вниманию представляется информация об основной образовательной программе по направлению информатика и вычислительная техника, по которой готовятся студенты в Институте компьютерных технологий МЭСИ. Профиль подготовки автоматизированной системы обработки информации и управления. Результаты анализа востребованности специалистов в области информационных технологий показали, что на сегодняшний день на рынке труда востребованными являются специалисты в области системной архитектуры, системной аналитики, системной интеграции, специалисты сетевых служб, специалисты по кластерным корпоративным решениям, специалисты по большим вычислительным системам mainframe, специалисты по цифровым сетям интегрального обслуживания. С учетом сказанного, видами профессиональной деятельности специалистов, которые готовятся по направлению информатика и вычислительная техника, являются проектно-конструкторская, проектно-технологическая, научно-исследовательская, научно-педагогическая, организационно-управленческая и монтажно-наладочная. Специалисты по указанному направлению готовятся по двум учебным планам. Это учебный план бакалавриата и учебный план магистратуры. В соответствии с учебными планами, объектами профессиональной деятельности специалистов являются вычислительные машины, комплексы и сети, автоматизированные системы обработки информации и управления, программное обеспечение автоматизированных систем, математическое, информационное, программное, техническое, экономическое, организационное и другие виды обеспечения, присущие программно-аппаратным комплексам. Особенностями подготовки специалиста, готовящегося по специальности, по профилю автоматизированной системы обработки информации и управления, являются разработка системной и технической архитектуры информационных систем, вопросы системной интеграции, задачи оптимизации IT-сервисов, задачи функциональной стандартизации и конвергенция сетевых служб и интеграция услуг. С учетом сказанного, учебные планы, по которым готовятся специалисты, имеют соответствующие особенности своего содержания. А именно, это внедрение в учебном процессе концепции ITIL-ITSM, это использование современного инструментария технологии процессов проектирования информационных систем, привитие навыков умений командной разработки систем, изучение технологии инструментария гибкой разработки программного обеспечения, организация эффективной работы студентов в период преддипломной практики и дипломного проектирования. На кафедре предусмотрены следующие образовательные траектории подготовки специалистов. Первое – системная интеграция и второе – управление эксплуатацией и сопровождение автоматизированных систем. С учетом образовательных траекторий или профилей подготовки рассмотрим профили деятельности специалиста по направлению системной интеграции. Это оптимизация и техническая поддержка функционирования информационной инфраструктуры предприятия, это разработка архитектуры IT-инфраструктуры предприятия и организации, разработка и проектирование программно-технических комплексов, управление проектами IT-инфраструктуры. Ключевыми компетенциями, соответствующими образовательной траектории и системной интеграции, являются анализ требований к разрабатываемой IT-инфраструктуре предприятия и ее подсистемам, разработка архитектуры IT-инфраструктуры, разработка проектной технической документации, конфигурирование проектных решений и оценка качества построенной архитектуры. Для образовательной траектории управления эксплуатацией и сопровождения автоматизированных систем профилем деятельности специалистов являются следующий перечень видов деятельности. Инсталляция и настройка, а также сервис системного и инструментального прикладного программного обеспечения автоматизированных систем, организация внедрения локальных вычислительных систем, сопровождение программных продуктов, анализ эксплуатационных характеристик автоматизированных систем и предоставление информационных сервисов. Ключевыми компетенциями образовательной траектории управления эксплуатацией и сопровождения автоматизированных систем являются реализация разработанных проектных решений, настройка и тестирование параметров IT-инфраструктуры, техническое сопровождение программных технических комплексов, а также разработка технической документации по сопровождению эксплуатации автоматизированных информационных систем. С учетом профилей деятельности специалистов, а также ключевых компетенций разработаны учебные планы бакалавриата и магистратуры. Учебный план бакалавриата включает три цикла дисциплин. Естественно, гуманитарный и экономический цикл учебных дисциплин, включающий историю, социологию, экономику и другие дисциплины цикла. Это математический и естественно-научный цикл, включающий базовые дисциплины или базовую часть дисциплин, такие как алгебра и геометрия, информатика, математический анализ, физика, а также вариативную часть дисциплин, теория вероятности, математическая логика и теория алгоритмов, дискретная математика. С целью специализации в области указанных образовательных траекторий бакалавры изучают дисциплины по выбору. Это вычислительная математика, основы теории управления, исследования, операции. Профессиональный цикл учебных дисциплин бакалавриата, включая дисциплины электротехника, электроника, защиты информации, ЭВМ и периферийные устройства, операционные системы и другие дисциплины, формирующие специалистов в области информационных технологий по направлению информатика и вычислительная техника. Специалисты, которые закончили бакалавриат, могут продолжить обучение в магистратуре, которая продолжается в течение двух лет обучения. Магистры углубляют свои знания в области теоретической подготовки, в области информационных систем, информатики и вычислительной техники. Магистрская программа включает общенаучный цикл дисциплин и профессиональный цикл учебных дисциплин. В общенаучный цикл дисциплин входят дисциплины, такие как методы оптимизации, модели и методы анализа проектных решений, интеллектуальные информационные управляющие системы. А также дисциплины профессионального цикла. К ним относятся дисциплины вычислительной системы, технологии разработки программного обеспечения, современные проблемы информатики и вычислительной техники и другие дисциплины. С учетом рынка труда специалистов в области информационных технологий предусмотрены особенности подготовки специалистов на кафедре автоматизированных систем обработки информации управления и КТМИСИ, которые определяют конкурентные преимущества учебных планов и программ, по которым осуществляется подготовка бакалавров и магистров. К ним относятся разработка концепции построения учебных планов и программ на основе принципов национальной доктрины инженерного образования России. Это углубленное изучение актуальных вопросов системной и программной инженерии на основе активного использования в учебном процессе концепции IT и ITSM, положений руководства к знанию по программной инженерии СВИБОК, модели зрелости процессов разработки программного обучения CMMI и другие. Построение учебных планов и программ с учетом требований Национальной Российской Ассоциации Инженерного Образования и Международных Европейской Сети Аккредитации Инженерного Образования Организации к выпускникам профессиональных инженерных программ и перспективы присвоения образовательной программе европейского знака качества ЕвроЭйдж. Что дает присвоение знака качества ЕвроЭйдж выпускнику магистерской программы, кафедры автоматизированной системы обработки информации и управления и КТМСИ? Это внесение программы в Общеевропейский регистр аккредитованных инженерных программ, это признание высокого качества программы на Общеевропейском уровне, это возможность получения профессионального звания Европейский инженер выпускнику магистерской программы. В подготовке специалистов в бакалавриате и магистратуре принимают активное участие известные ученые-специалисты в области информационных технологий, такие как Дёбин Борис Евгеньевич, заместитель генерального директора НИИ «Восход» по научной работе, который является генеральным конструктором известной системы, государственной автоматизированной системы «Выборы». Это заместитель начальника, директора Института точной механики и вычислительной техники Российской Академии наук, доктор наук, профессор Лосов Дмитрий Анатольевич, известный специалист в области информационных отношений и информационной системологии. Все это, по нашему мнению, обеспечивает высокие конкурентные преимущества выпускника по образовательной программе бакалавриата и магистратуры, направления информатика и вычислительного техника, профиля автоматизированной системы обработки информации и управления Института компьютерных технологий МЭСИ. Спасибо за внимание. Желаю вам успехов.